Привет-привет всем! Мы снова в эфире. Это Картада Потата Даша Малахова. И сегодня у меня в гостях мужчина, которого я просто очень люблю и уважаю. Это прекрасный Володя Ярославский. Привет! Привет! Спасибо тебе, дорогая. Очень приятно. Я тут начинаю уже краснеть немножко. Нет, ты не краснеешь. Краснею! Для тех, кто не в теме, потому что у нас очень много слушателей, они самые разные. Я должна сказать, что Володя Ярославский, я же как бы тебя просто представила как Володю, потому что ты для меня, ну, прежде всего, человек. Друг. Друг, но ты на самом деле, ты же бренд-шеф Гудвайна. И многие в этот Гудвайн ходят и не знают, что ты, наверное, бренд-шеф. Но есть же такие люди, я уверена. Да, но я, наверное, горжусь больше не тем, что я вот как бренд-шеф Гудвайна. Или я, наверное, пока последняя такая моя маленькая-маленькая гордость – это вот мой ресторан. Это «Лаки». Да. «Лаки» – крутейший ресторан, который действительно делает то, что он хочет, и это, наверное, самая большая ценность для шефа. Да, ты понимаешь, что здесь, получается, у себя в ресторане я директор, шеф-повар, управляющий партнёр. Ну, в общем, можно называть очень много всяких штук. В общем, ты мечта, ты реализовываешь мечту шефа. Да, это реально мечта. Это не то, что мечта шефа. Я, наверное, думаю, что мечта многих – управлять полностью рестораном, иметь все управленческие рычаги и воплощать мечту. Да, и творить ещё. В общем, деньги и творчество совмещаются, получается классный ресторан, такой, как у тебя. Да. Ну, хочется ещё, конечно. Я понимаю. Слушай, давай расскажи мне немножечко, как ты начинал. Я думаю, что это для всех будет очень интересно. Все узнают тебя уже состоявшегося. Ну, где ты вообще, откуда ты появился? Вот самое начало. Ой, тебе быстро, как я вот тоже знаю. Да. Я родился в Беларуси и прожил там полгода, ничего не помню. Пять лет в Монголии, восемь лет в Питере, семь лет в Полтаве, три с половиной в Харькове, три с половиной в Белгороде, пять с половиной в Киеве. Потом я там дальше точно сейчас собьюсь. По-моему, у меня два года в Питере, полтора года в Киеве. Тебя военные родители? Да. Ага. Не, ну смотри, на Полтаве родители остановились. Когда мы переехали из Питера в Полтаву, это дальше я сам продолжил. Я поняла. В общем, ты не смог остановиться. Ну, в Питер все равно возвращался. Да, 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 да. Ну, я думал, что я приблизительно где-то к восьми годам, будучи, ну, в общем, там, восемь лет в Питере, два, ой, восемь лет в Полтаве. Все, я сейчас заботился. Слушай, расскажи, где ты начал готовить. В общем, в Питере, я думал, скоро уеду. Я начал готовить еще в Питере. Слушай, получилось так, что вначале у нас было, я помню, просто много продуктов, много ресторанов. Это какой год? Мы в Питере. Это где-то восемьдесят шестое, вот туда-туда. И где-то вот, по-моему, девяностый год, по-моему. Вот тяжело, я просто помню такие моменты, что стало как-то с продуктами плохо. Ну да, перестройка была. И в супермаркетах у нас были такие универсамы разные, они делились по цветам, мы их называли. И были такие очереди по шестьсот пятьдесят человек. Я записывался в очередь, шел, у меня была одна такая, знаешь, такой родненькая, красивая девочка на кассе знакомая. Я набирал продукты, выставлял возле нее, потом, когда дошла очередь ко мне до корзинки, я быстро все отоваривался и приходил домой. И у меня первое самое такое большое впечатление от того, что я готовил, наверное, в детстве, когда мы были в Монголии, я помню большой-большой торт с красивыми такими божьими коровками и грибочками. И я увидел на картинке в маминой книге эти грибочки, и мне захотелось сделать то же самое. Я вот до сих пор помню, что там было, по-моему, на пачку сливочного масла восемь яиц. Ну что, нереально уже, это мы сейчас знаем. Я вылепил эти грибочки, но они такие красивые были, и когда я засунул в духовку, ну ты понимаешь, да, что из того получилось, такие лепешки. Да. Ну, не знаю, мама мне вроде не ругала. В общем, так началась твоя, с этих грибочков, в общем, все началось. Грибочки, потом я помню такое, потом еще тоже очень легкая штука, были такие котлеты картофельные, сразу, по две штучки продавались. Да, да. В сухарях. И на сливочном масле, когда их жаришь, это было так вкусно, вот это я, значит, это тоже еще. То есть мне туда лет 10 еще было. А потом, знаешь, тоже вот эти времена тяжелые, и были наборы овощного супа, и у меня любимый овощной суп с острым перцем и сметаной, и я вот это вот сам варил тоже. Вау. Знаешь, я тоже начинала, конечно, в коммунальной квартире, и мы взрывали сгущенку, и все это переживалось. Я, подожди, я уже в Петере потом научился готовить, еще плюс мама оставляла у меня брат и сестра младшие, 5,7 лет разницы. И я уже играл в кафешки, то есть я выставлял, они там рисовали деньги, я выставлял еду, я уже занимался бизнесом. То есть ты уже в сервис пошел, это уже был не только кухня, но и зал. Да, 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 конечно. Ну, слушай, мы же ходили вот в свое время, когда все было хорошо, мы ходили очень много по ресторанам, у нас была традиция. Я помню, вот театр юного зрителя обязательно мы ходили, и там всякие кафешки стилизованные, то есть вот такие вот картинки. И знаешь, у меня вот прям картинки, как открытки в голове, я могу описывать, такие большие столики. Мороженое, помнишь, с шоколадом и орехом. Кайф, да, помню, помню. Как строчителло сейчас, да, почти? Да, 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 да. Были времена, конечно, прекрасные. А пломбир вот-то, ты помнишь, он же ж не таял, ты его ешь, а он не тает. Да, и он потом в такую пенку, когда он, ну, как бы таял, он не растаял, но он такой торчал пенкой. А фруктовое мороженое, помнишь, по 7 копеек в стаканчике, или по 5, или по 7, да. Да, тоже оно такое было взбитое, как вот такая вот пена. Да, 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 пенная, пенная, да, 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 на пектине это явно делали. Ну, не страшно. Нет, так это полезно. Слушай, вот так вот прошло твое детство, да, и потом ты появился в адской кухне, кажется, да, или до этого что-то было еще у тебя, какая-то длинная история? Нет, у меня получилось так, что смотри. Ты в техникуме где-то? Да, 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 у меня получилось, что отец отдал меня в техникум, но это было, скажем так, его волевое решение, он сказал, ты идешь либо в техникум, либо на стройку. У нас напротив дома как раз стройка была, и рабочие, представь, зимой, в снеге, в дождь, а я не морозоустойчивый. Это какой город? Это Болтава была уже. И отец сказал, все, ты идешь в техникум обязательно. Или на стройку. И я решил, что не-не-не, на стройку я не хочу. Как хорошо, что ты умный. Вот. И не морозоустойчивый. И с техникумом мы опять стали что-то еще хуже жить, ну, это, слушай, это тогда, по-моему, 94-й год. И плюс мы были в Полтаве, получается, по-моему, второй год. То есть это только вот все новые знакомства, все новое тяжело. И на втором курсе техникума я стал готовить выходные дни вместе с нашими ребятами и с нашим технологом. По-моему, я уже так, да-да-да, технолог, главный технолог быть. Мы в субботу и воскресенье свадьбы обслуживали. О, боже мой. Готовили огромное количество свадеб. В общем, если сейчас есть кто-то в Полтаве, друзья, наши слушатели, кто где-то между 94-м и 96-м свадьбу отмечал. Помнишь, как кафе называлось или что-то? Мы прямо в техникуме делали коммерческий техникум на фронзах. В общем, если в техникуме у вас была свадьба, то, возможно, для вас готовил, вас обслуживал шеф ресторана «Лаки», одного из самых известных, именитых, любимых ресторанов Киева. Вот тогда, в общем, вы можете сейчас понять, какой кайф это был тогда. Да. И что ты там готовил? Наверное, это были какие-то карпаччо, севиче, особо. Ну, слушай, что мы тогда готовили? Мы готовили, на самом деле, интерес в том, что мы готовили тогда традиционную украинскую кухню. Это были реально всякие крученики там с фаршем из, знаешь, что такое, яйца с луком, беконом обмотанной. Вот такие вот, реально, вот я даже помню «Украинская кухня», такой журнальчик элистрованный, и мы это все делали приблизительно очень похожие. Хиты, да. Это было прикольно, на самом деле. Ты с того момента же не возвращался к «Украинской кухне», верно? Как к направлению? Ты знаешь, да, но вот я думаю, что, если говорить сейчас, я думаю, вернуться через время к этому, я бы вообще тебе рассказал свои мысли о новой украинской кухне. Ну, мы обязательно поговорим об этом. Которой я сейчас хочу прийти. Для меня это такая, знаешь, душесчипательная тема в данный момент. Прикольно, вот какое откровение мы получили от Вовы Ярославского неожиданно. Слушай, значит, потом был этот техникум, а что случилось потом? После техникума был Харьков, был Белгород, где в 25 лет я стал шеф-поваром в ресторан «Белогорье», гостиничный комплекс «Белогорье». Он в городе, но в такой рекреационной зоне. С одной стороны у нас был лес, с другой стороны у нас было такое полуозеро. Шикарно. Которое вот от речки, это было потрясающе. И ресторанчик за три года стал одним, через два года стал одним из лучших ресторанов Белгорода. Мы кормили спортсменов, мы кормили, ну, в общем, всю Россию, не буду называть там именно, неважно. И потом мне как-то, вот знаешь, мне почему-то захотелось на родину. Я влюбился, я бросил всё и поехал на месяц в Ивано-Франковск или даже на полтора в Ивано-Франковск. Понял, что моя зарплата, ну, раз в пять, может быть, меньше в Ивано-Франковске, чем в Киеве. А в Киев я уже ездил, у меня много друзей из Харькова переехала в Киев, то есть всё равно все ребята такие были, что росли. И меня пригласила подруга открыть новый ресторанчик а-ля русской кухни на то время «Онегин», и я приехал в Киев. Чудесно. И вот с тех пор ты, в принципе, в Киеве, ты ездил учиться. Киев, Питер, но я возвращаюсь в Киев, и ты видишь, вот я считаю, что я прошу прощения всегда за то, что говорю на русском языке. Ну, к сожалению, я учил украинский реально год. Я понимаю прекрасно, но говорить мне тяжело, я на английском как-то что-то лучше разговариваю, но я считаю себя украинцем, тем человеком, который должен везде и всем во всём мире показывать, что украинцы на самом деле офигительно крутые люди, что у нас классная страна, и, ну, кто кроме нас, кто как не мы. Вов, я думаю, что достаточно того, что ты делаешь в этой стране, того, что ты не планируешь уезжать, а остаёшься, путешествуешь, но всё своё вдохновение возвращаешь сюда. Вот я думаю, что это твой вклад, и, возможно, здесь украинский язык, ну, как бы не является самой важной и слагаемой, как я лично считаю, это моё абсолютно... Я считаю, что гражданская позиция, на самом деле то, что ты делаешь, важно, что ты делаешь. Я могу посожалеть, но, к сожалению, времени на украинский язык, когда мне нужно учить английский, когда я учу второй испанский для того, чтобы представлять Украину на мировой арене, и мои мечты дальше и дальше об этом, то, конечно, я должен больше, мне кажется, на международных языках разговаривать. Кайф. Значит, после Онегина ты как бы уже здесь остался в Киеве, и действительно это стало, наверное, таким, ну, вот точкой, ведь ты звёздный шеф, знаешь, вот есть такие шефы, и я, кстати, их знаю очень много в Киеве, я сейчас их нахожу в Фейсбуке, мы там дружимся, и я вдруг понимаю, что это люди, которых я даже, ну, не так, ну, как бы я никогда о них даже не слышала. Вот ты как-то был всегда на виду, как думаешь, с чем это связано? Думаю, что да. Может, ты красивый просто? Ой, спасибо тебе большое. Ты знаешь, я не считаю себя красивым мужчиной, я бы хотел бы, ну, я бы, конечно, много чего хотел. Быть покрасивее? Да, да, да. Выше ростом, знаешь, таким статным, фигуристым, чтобы подошёл вот так, обнял девушку, а она сразу раз и коленки мягче стали. Не волнуйся, коленки мягчеют в любом случае, когда ты подходишь, не переживай. Вот, а на самом деле так, что... Ты как-то попадал, вот... Ты знаешь, я тебе, наверное, скажу, ещё... Арам, вот эти вот все штуки. Ещё до Арама, ещё до Арама, Андервандер, вот как раз мне только что Галина Арсеньевна звонила, ещё благодаря Андервандеру, когда я выходил к гостям, и я даже не помню, но я ещё в Белгороде на самом деле выходил к гостям, у меня был второй этаж, и иногда мы выходили, делали какие-то штучки, там кто-то хотел какой-то спецзаказ, у нас были очень много гостей крутых из Москвы, и я такой вот вышел, все такие на меня смотрели, я видел эти восхищённые взгляды, и я говорил, так, всему этажу десерт в комплимент, и люди так, знаешь, ты представь, всему этажу, и весь этаж, 25 человек писают от счастья. Это шикарно, слушай, сейчас мы прервёмся, будут новости и реклама, и мы буквально через несколько минут вернёмся, потому что я хочу продолжить разговор про твою харизму. Оставайтесь с нами. Ну вот, мы снова в эфире, снова Володя Ярославский, мой товарищ, друг, просто любимый вот человек, вот я просто тебя как человека люблю, мы снова здесь в студии и говорим о тебе в частности, и, конечно же, ещё поговорим о твоих проектах и о твоём вдохновении, и это для меня очень важно, потому что ты именно человек, который вдохновляешь своим вдохновением, знаешь? О, спасибо, Даша. Я тебе могу сказать, что я тебе рассказывал про свой утренний кофе. Нет, ещё. Мы, кстати, после эфира пойдём пить кофе к Вадиму Грановскому обязательно. Это наш друг хороший. Да, да. Я когда утром себе делаю кофе, я над ним шепчу. Иногда погромче, если я один, иногда тише, если кто-то ест, чтобы не подумал, что я сильно сумасшедший. Где-то, по-моему, в 30 лет я подумал, что во мне мало харизмы, я хочу быть харизматичным. О, боже мой, вот оно почему. Она и так из тебя лезла, а ты её ещё нашептал себе. И я ещё, знаешь, вот, и я шепчу над кофем те качества, которыми бы я хотел обладать. И вот одно из того, вот что ты говоришь, уметь вдохновляться самому и уметь вдохновлять людей. Для меня, мне кажется, это самое главное сейчас. Объединять людей, большое количество людей, одной такой здоровской идеей. Знаешь, это классно, что ты подвёл к моему следующему вопросу, потому что следующий вопрос о лидерстве. Ты абсолютно явный лидер, и часто думают, что шеф – это профессия, да, это просто человек, который там делает графики, делает закупку, распределяет часы работы, делает списание. На самом же деле, то, что ты изначально говорил, рассказывал о лаке, да, и то, что ты переживаешь, это, конечно же, чисто лидерский проект, в котором есть твоя команда, которая тебя поддерживает, и вы смотрите с ними в одну сторону, да? Я никогда, на самом деле, не оценивал. Буквально где-то полгода назад, когда меня стали приглашать на аристаформы различные, я структурировал для себя, что делал, что мы делаем, и я, конечно, ну так немножечко прибалдел. Прикольно, когда описываешь то, что ты делаешь, выстраиваешь, и у тебя такая картинка получается красивая, когда ты вот сжимаешь вот концентрировано те знания и умения, которые ты вкладываешь. Ну, я мечтаю не останавливаться, работать дальше, потому что изменять еще и работать, мне кажется, это, знаешь, вот нет предела совершенства, вот это правдивые слова. Давай я вернусь к тому, что ты меня все время видела. Так вот, еще из первых такие позывы, скажем так, у меня начались в Белгороде, когда я выходил к гостям, и я видел их восторженные взгляды, слышал восторженные отзывы после того, как ты делаешь им что-то special, и начал делать подарки. Вообще гостям, Андервандер в Киеве получился вот такое место, где люди начали общаться, это такое было первое неформальное ресторанное место, в котором люди общались друг с другом. Где есть фидбэк более, чем просто выдача тарелок. Наверное, вот один из секретов успеха, когда ты прямо слышишь от гостей, вы знаете, вкусно, но вот там вот было, ну, четочку что-то не ложилось. Ты знаешь, вот кто-то может сказать, это не мое, а кто-то может сказать, вы знаете, вот там вот, мне кажется, нужно еще немножко поработать, и ты, ммм. И это кайф, правда, когда это говорят не профессионалы, это люди говорят чисто интуитивно. Чисто интуитивно, да, но ты же понимаешь, что, конечно, далеко не каждое мнение, не каждый человек может описать правильно, или не каждый человек действительно говорит правду, но некоторые люди, есть развитые рецепторы у людей, и это прикольно. Вот когда они начинают описывать свои ощущения, ты понимаешь, класс, мне надо еще поработать. Это самое приятное, я даже, знаешь, я очень люблю именно критику, потому что в ней именно и лежит такое серьезное отношение к твоей работе, потому что люди, которые просто говорят, все было прекрасно, есть такое ощущение, что они, ну, даже как-то не дозадумались. Ну, давай говорить честно, я вообще по-другому даже воспринимаю, когда все прекрасно, это такое, все прекрасно, работайте, работайте. Да, 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 да. Ну, это, знаешь, действительно хочется развиваться, хочется, и я тоже никогда не вижу, мне кажется, что все, что я делаю, плохо всегда, ну, то есть я понимаю, что какие-то вещи есть, попадания, да, есть какие-то результаты, но, в принципе, мне кажется, что я уже должна быть где-то вот как Тесла в космосе, а я еще здесь. Надо что-то создавать талантливое, у тебя, блин, пусто в голове, и ты думаешь, ой-ой-ой, что же делать, как придумать, надо где-где-где-где. Да, но совсем не пусто, совсем не пусто, конечно. Про лидерство, про ресторан, мне кажется, что здесь, я очень счастлив, что у меня есть такая команда, которая слушает меня, но вот тут как раз я понял, что работа с людьми в данном случае, она идет не через палку, не через штрафы. У нас практически реально нет штрафов. Очень-очень редко, когда вот я говорю, ребят, ну, тут есть моя вина? Нет. Ну, тогда окей. Это скорее не штраф, а ответственность, которую они должны взять на себя. Да, это ответственность за продукты, потому что иногда, ну, ты понимаешь, да, если я возьму вино за 3000 гривен и вылью его просто в раковину, ну, к сожалению, ты должен соображать это. Ну, это такое, слава богу, включается редко. А вот штрафов нет. Это прекрасно, это современная система управления. Мне нравится, когда люди смеются на работе, шутят. Я прошу, мне очень нравится вот такая, помнишь, Доктор Хаус, такое некоторое подкалывание друг друга, это вообще, наверное, одна из любимых вещей. Но я очень прошу не злословить. Я считаю, что вот энергетически эти слова несут не тот посыл, который я хочу вкладывать в свою еду. То есть, ты думаешь, что молекулы долетают все-таки, да, вот этих слов до... Потому что на кухне очень много ругаются. Никакой, нет, да, много ругаются. Ну, классически, да. Стараясь убирать это, реально стараясь убирать, не хочу. То есть, у тебя ребята не матерятся? Я поняла, я поняла, они учатся, не матерятся. Иногда они приседают, отжимаются, иногда они... Здоровый образ жизни ты еще применяешь, да? Я запрещаю курить, стараюсь запрещать курить, реально. То есть, опять же, услышал, что куришь в рабочее время, давай приседаем. В общем, смотри, если кто-то мечтал попасть к тебе в команду, сейчас он уже понимает, что он должен быть не курящий, такой спортивный, как ты. Я это понимаю, потому что я сама не курю, и действительно вкус теряется. Вкус, вот те люди, которые курят, они так плавают во вкусе, что, блин, м-м. Да, да, обжигает рот вся эта штука, и, в общем, потом непонятно, что же мы подаем гостю. Дальше, те люди, которые, извини меня, пожалуйста, мечт, что ни попадя, не следят за собою, они такие же, знаешь, ну, я считаю, что это часть воспитания, хотя бы немножечко следить за собой. И они точно то же самое будут нести вот этот вот хаос в ту еду, которую они делают. И люди должны быть жизнерадостные сами по себе, вот как ты. Ты вот приходишь, солнышко, ты несёшь тепло. Таких людей мало. Не знаю, скажут ли обо мне это мои сотрудники, но мне приятно. Мы же оба с тобой знаем, какие мы на работе. Давай так, мы импульсивные. Но я хочу себя на работе держать именно тех людей, которые видят позитив. На одной волне с тобой. Которые радостны, которые находят вот в мелочах которых, что пришли гости и сказали, блин, у вас так вкусно, и мы к вам специально ходим уже пятый раз. И порадоваться вместе с ними. Вот таких вот людей я хочу иметь на работе. Это прекрасно, потому что на самом деле, как ты вдохновляешь, как лидер своих коллег, точно так же они должны вдохновлять тебя. Ты знаешь, я вот сейчас была в Аспине, вернулась, и действительно моё представление о лидерстве, об ответственном лидерстве очень сильно изменилось. Потому что я понимаю, что не только важно, чтобы я вдохновляла, но вот эта вот боязнь потерять это вдохновение, потерять вот этот момент, оно в том, чтобы окружать вот себя этими людьми. Да, вдохновение, да, вдохновение, она такая штука, ты под заказ его не вызовешь. Да, 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 когда встречка выйдет. Да, и про роль шеф-повара ты говорила про профессию. Я даже, наверное, не знаю, что такое профессия на самом деле в таком плане. Мне кажется, шеф-повар на 80% руководитель. Тот человек, который умеет взять команду, организовать эту команду и направить на тот путь, умеющий работать отдельно с каждым из членов коллектива, так, чтобы все эти разные люди шли в одном направлении. Чудесно. Конечно же, чтобы идти в одном направлении, очень нужны финансы в Украине. Я часто анализирую какие-то вещи, и сейчас тоже придумываю новый проект. И, знаешь, думаю о том, что и Нома, и Бернар Луазон, и Поль Боркис. Я в Нома еду 4 мая, похвастаться. Да, я тебе завидую. Все эти проекты, они не особо коммерческие. И абсолютно осознанно и понятно для всех, что такого уровня рестораны – это категория искусства. И с одной стороны… Не только искусство. Я считаю, что эти… Знаешь, вот как у нас говорят, мы двигаем рынок. Эти люди двигают планету. Да, я абсолютно с тобой согласна. Я вот как бы об этом и хочу сказать, что они дают такой тренд, концепт, но который гораздо мощнее, чем просто там какой-то регион. Это, в принципе, течение событий в мире, которое потом происходит. Но они занимаются наукой. То есть, на самом-то деле… Да, это исследование. Да. Да, я мечтаю как раз таким заняться. Ну вот. Но это же совсем не коммерческая история. Часто такие проекты становятся убыточными, они умирают. У шефов происходят серьезные срывы. Ну вот как там, например, Бернар Луазон, он покончил жизнь самоубийством. Мне кажется, это тумач, конечно, но с другой стороны… Знаешь почему? Потому что мы импульсивные, мы воспринимаем каждый посыл, который мы чувствуем от природы. Это перфекционизм, да? От окружения, да. Настолько сильно, что просто что-то может нас очень сильно… Триггерить, заводить. Да, убивать. Да. Так вот, а здесь есть твои проекты, которые коммерческие? Или ты тоже работаешь в том сегменте? Потому что, как я себе представляю, когда я прихожу к тебе, передо мной эта тарелка, я знаю, сколько стоит каждая спаржа, я понимаю, сколько стоит соус, вино, из чего все это складывается. Ну, частично понимаю. Я понимаю, что это не особо выгодный бизнес. Я когда выхожу, рассказываю, как мы это делаем, на самом деле там заморачиваемся над тоже вот у нас просто ребро ангуса, да? Ты видела прямоугольник? Да. Прямоугольник красивого растушенного мяса, там нет ни пленок, ни жира, ни костей, ничего, то есть это надо было приготовить, убрать, обратно сложить, придать форму, то есть на самом деле очень много труда, да, на самом деле смысла больше вкладывается, чем можно увидеть с первого взгляда. Труд в Украине дешевле, а вот продукты невероятно дорогие. У нас, да, к сожалению, потому что, мне кажется, сам уровень жизни в Украине, он далеко не самый лучший, еще нам расти в этом плане, и поэтому, конечно, продукты для нас еще дорого. Когда мы начнем зарабатывать в 4 раза, продукты не поднимутся в 4 раза, они поднимутся, может, процентов на 10 максимум, и тогда нам будет свободнее. Смотрите. Да, помнишь, помнишь, по поводу искусства, тех людей, которые, ты говоришь, которые делают исследования и двигают планету. Я сам восхищался с 25 лет, например, Хестен Блюменталем, Том Айкен, я слежу, он делает вот такую повседневную, но очень вкусную и переосмысленную еду. Сейчас смотрю на других шефов, я хочу перейти на формирование философии моей кухни, через призму которой дальше я буду готовить, ставить, создавать блюда совершенно новое. В общем, ты готов к собственному направлению, можно сказать, правильно, вот к научной работе. Я даже тебе хочу сказать, вот мне осталось буквально пару шагов для того, чтобы начать, и мне уже надо это делать, моя мечта, представить мои исследования через 2 года на Мадрид Фьюжн. Это такая большая мечта, я о ней говорю специально, чтобы она осуществилась. Я знаю, что все твои мечты реализовываются, они даже происходят, как-то мне иногда кажется, что ты не прям там к этому идёшь, ты просто это делаешь, ты очень работоспособный, а оно как бы приходит естественным путём. Потому что, говоря опять же о работе, о лидерстве, о твоей профессии, о том, чем ты занимаешься, очень важно сказать, что может пригодиться каждому слушателю сейчас, что важно не хотеть, а важно делать. Потому что, да, есть люди, которые хотят, и они так сильно хотят, и не понимают, почему этого не происходит, да, вот, а на самом деле само хотение, оно ведь ничего нам не даёт, да, то есть это просто какая-то абсолютно балласт, пустая эмоция. Про коммерческий успех. Ты знаешь, мы когда создавали ресторан, у нас была идея сделать максимально честную цену, мы же понимаем уровень цены продуктов, которые мы берём, это органик, это реальный фермерский продукт, который выращен без ускорителей, гормонов, антибиотиков. Мы закрылись, мой ресторан закрылся. Нереально, правда, нереально, то есть такая цена у тебя получается неконкурентноспособная продажная цена. И вначале мы делали вообще, то есть там просто 50% себестоимости, и где-то около 8 или 9 месяцев мы были вообще в минусе, не то, что там в ноль, мы выходили в минусе. И меня уже вот так вот телепало, на самом деле, я же знаю, что ресторан должен в 3-6 месяцев хотя бы в ноль выйти, а у меня же 8-9. Ну, это только в Украине, в европейских странах, да. Ну, там другие нормы, да. У нас есть год-два, да. И мои учредители говорили, Вов, не беспокойся, делай своё дело. И ты знаешь, вот через время ты знаешь, что мы сейчас полны, что у нас постоянно гости, очень много бронь наперёд. И ты знаешь, мы вышли на прибыль. Нужно делать то, что ты любишь. Какой кайф. И деньги будут. Тебя поддерживают, тебя любят, тебе дают развиваться. А мы вернёмся буквально через пару минут после рекламы и новостей и продолжим разговор с Вовой Ярославским. Оставайтесь с нами. Прекрасная суббота. Рядом со мной сидит Володя Ярославский. Замечательный шеф, прекрасный друг, хороший человек. И мы говорим сегодня о кухне. Мы говорили немного о Володе, говорили о том, как он развивался. Немножко затронули его ресторан и развитие его, и даже лидерство. А сейчас я бы хотела вернуться к украинской кухне. В самом начале мы говорили об украинской кухне. И эта тема, она, наверное, очень актуальна. Ты знаешь, я вот несколько дней назад, два дня назад слушала Фукуяму, и он говорил об identity. О том, что Украина должна иметь свою культуру, своё понимание, своё-своё-своё. И вот, конечно, очень хочется привносить это в рамках нашей работы. Конечно, для меня это ещё и театр, искусство, но, тем не менее, вот именно образование, именно понять, кто же мы такие, что же мы едим, вот эта гастроистория, она, ну, прям, очень важная. Что ты думаешь? Конечно, такая тема, нужно начинать с образования. То, что мне первое приходит в голову, что мы должны получить лучшее иностранное образование для того, чтобы привнести сюда все новинки и все последние технологии, которые используются. Мир не стоит на месте, прогресс не стоит на месте, исследование продуктов и вообще сочетание способов приготовления, способов сохранения нежности, влажности, вкуса. Процессы химии, физики и любви. Всё это настолько сейчас живо развивается, что я считаю, просто мы должны брать самое лучшее. Затем мы должны сюда приезжать и создавать что-то новое. А вот тут вот как раз должна быть философия. То, что я говорю философия, я понимаю, это точка зрения на. Философия может быть абсолютно разной. Но я буквально разговаривал с своими друзьями, почему... У нас был несколько недель назад гид Гомельё, знаешь, да, второй после Мишлина. Они пробовали, были у нас по ресторанам, думали зайти в страну. И он сказал, вот у вас ещё несколько лет минимум, не будет никаких гидов в стране, только потому, что нет огромного количества, большого количества классных, высокоуровневых украинских ресторанов. Не с кем спорить, да. Рестораны – это не то, чтобы даже спорить. Рестораны – это одно из лиц... Культуры, да. Обличий культуры. Еда – это одно из обличий культуры страны вообще. Мне кажется, вот та еда, которая представлена в наших украинских ресторанах, борщ, в нашем привычном понимании, господи, оливье, шуба. Ну, вареники нет, вареники, я соглашусь, что это украинская штука. Господи, да у нас даже шашлыки жарят в украинских ресторанах. А, ты имеешь в виду те продукты, которые не являются совсем украинскими, но представляются как украинскими, да? Нет, и продукты, и блюда. Ну, блин, оливье, вот этот вот оливье с колбасой – это пережиток Советского Союза. Борщ на томатной пасте, которая появилась у нас в 50-х годах, это не украинская кухня. И я подумал о том, что наши потребности трансформировались, ну, сори, мы пользуемся мобильными телефонами, мы едим салаты на завтрак или на обед, особенно на ужин, то есть мы задумывались, что мы не едим жареный картофель, сало, мы не едим растушенную вот эту вот тушенку с черным хлебом на ночь. Наши потребности трансформировались, но никто не взял, не трансформировал национальный продукт или национальную кухню. Я считаю, что даже сейчас, да, прогресс не стоит на месте. Мы выращиваем томаты, мы выращиваем шпинат, мы выращиваем спаржу. Отлично, давайте работать и создавать на украинских продуктах новую, облегченную, соответствующую нашим потребностям кухню. И вот это вот должно, вернусь к философии точки зрения, вот тут нужно создать вот то, что мы удовлетворяем. Удовлетворяем. Современные потребности по питанию, где углеводы, белки и жиры составляют определенное количество. То, что мы должны удовлетворить зрительное восприятие еды. Эстетическое, да. То, что мы должны удовлетворить себя украинским продуктом максимально. И то есть это вот такой многогранник, если ты читала октофилософии Андреа Чанга, то ты понимаешь, да, креативность, вкус, восприятие, артистизм, исполнение. Вот мы можем создать свое и передумать через эту философию, но передумать тоже есть способы. Я сейчас видел, хорошо, молодого шефа, 24-летнего мексиканца, который для Рене Дзеппери делал исследование продуктов в Мексике для того, чтобы собрать и создать Нома Мексика. Ну, они уже делали это в виде поп-ап ресторана, но такого еще вот базового не создали. Хотя Мексика богатейшая, богатейшая на продукты страна. Это, кстати, будет очень сильно трансформироваться и на Америку, потому что Америка очень много использует мексиканских продуктов. Так, ты представь, на самом деле, смотри, нам уже легко. Уже есть украинские томаты, шпинат, спаржа, у нас много цветов, дикоросов. У нас, господи, давай делать каперсы свои, только не из каперсов. Не буду говорить из чего. Да, да, не говори, конечно. Просто ездить в село и пробовать смотреть на то, что там есть с другой стороны. Господи, молодые виноградные листья. Да. У нас же их валом. Да. Истории безумно захватывающие, интересные. Скажу тебе, что буквально сегодня утром я смотрела видео Радж Паттель. Я не знаю, знаешь ты или нет такого человека. Он сейчас был представлен слоу-фудом. Было его большое интервью. Я тебе обязательно после покажу его. Покажи, да. Покажи, покажи. Я мечтаю его привезти в Украину. Очень интересный чувак. Так вот, и, конечно же, он говорит о том, что гастрономия есть во всем, и его беспокоят какие-то серьезные глобальные вопросы, там, глобального потепления, да, как это связано непосредственно с нашей каждодневной жизнью. Ну, в общем, дико интересные вещи, действительно очень глобальные. Он писал для Обзервера, для The Times, в общем, такой интересный, интересный очень дядька. Советую всем его почитать, посмотреть. Он есть и в Ютьюбе, и есть его статьи, и книги, кстати, тоже есть. Так вот, я хочу сказать, что, конечно же, очень интересно, насколько вот культура питания, она фактически во всем, да. То есть, ее можно найти... Давай так, ключевое здесь культура. Культура, да. Культура питания. Да, культура питания, она, конечно, во всем, но многие от этого очень далеки, да. То есть, то, что ты рассказываешь, немножечко звучит, как какие-то научные работы, где кто-то... Почему? Это я сейчас так немножечко стебу, говорю о том, как слушатели, да, то есть, ты так выглядишь, ты так питаешься. Когда ты сказал, что, ну, мы же не едим жареную картошку, я подумала, вов, я думаю, что не все, думаю, что некоторые едят жареную картошку на завтрак и на обед, на ужин, что не мешает задумываться, да. То есть, это как зернышко, которое как бы сеется у тебя в голове и потихоньку произрастает, да, и у нас есть время для этого. У нас есть местные продукты, у нас есть дачи. То есть, мы не говорим о каком-то, да, органик-фермерстве, потому что я столкнулась с очень большой проблемой, и когда я открыла ресторан, я поняла, что мне нужно закрыть ресторан и открыть Министерство аграрной политики, Министерство энергетики, и вот, наверное, оттуда строить ресторан. Ну, я бы еще хотел сказать, видишь, у нас есть другие важели в руках, например, вот тоже радио, когда, перебивая тебя, но я не перебивал, хотел сказать, что гость так же, мне бы хотелось от гостя понимание того, что ты делаешь, чтобы мы приходили не просто удовлетворить свои потребности, Если мы хотя бы немножечко задумаемся, что лежит на тарелке, что мы употребляем, для чего, насколько разнообразна эта еда, по-моему, твой внешний вид, твое образование, восприятие еды будет совершенно на другом уровне. Хотя бы немножко начинает задумываться и спросить, для чего шеф это сделал, для чего он создал именно такую штуку. Или это делалось просто так, тогда вот мы уподобляемся, сори, животным, напихивая себя. Да, 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 это уже психология еды. Животным не дают большое количество корма, потому что они будут есть, не останавливаясь. Да, есть прекрасная Лиз Бурбо, такая канадский автор, чудесная женщина, она уже пожилая женщина, которая пришла к качественному питанию, и она очень сильно похудела, именно когда она восприняла себя как сосуд, и она начала думать о том, чем же она себя наполняет, и как часто она себя наполняет. Да, вот в том-то и дело. И когда она опустошена духовно, она наполняет себя чем-нибудь, чтобы просто себя заполнить. То есть мы сейчас возвращаемся к тому, что нам нужно воссоздать, придумать что-то новое, культуру нации вообще. Мы сейчас, конечно, все немного в такой лёгкой депрессии, да, вот даже в стране, я имею в виду состояние вообще. Поэтому, конечно же, хочется себя просто чем угодно наполнять, да, чтобы не думать об этом. И нас симулирует реклама, нам показывают очень дешёвые продукты, нам говорят о их доступности. И, в принципе, это сейчас идеальное время, чтобы мы пошли куда-то не туда, да, ожирели, распухли, перестали думать, и, ну, просто превратились, да, в какой-то момент Америка переживала это, да, вот просто зазомбировались, да. Но я очень надеюсь, что действительно у нас хватит ума именно из-за того, что мы берём корзину и всё-таки ходим на рынок во всём мире. Это как бы тренд, это модно, а у нас это нормально, да, и вот это мне даёт вот эту надежду, что мы вытянем. Давайте идём на рынок, а мы идём, чтобы найти. Да. Или сами выращиваем. Да. У нас в культуре выращивать самим. Да, это тоже прекрасно, и мы сами знаем, что это лучше, если это домашнее. Я не хочу сказать, что картофель – неполезный продукт. Вдруг. Когда, когда ты… Так, понятно, ты боишься, что он тебя как-то не отблагодарит, да, когда ты сегодня приезжаешь? Да, он тоже богат кален, на самом деле. Вот, но видишь ли, надо понимать, что разнообразие употребляемых продуктов так же разнообразит нашу жизнь и украсит её. Да. Я помню такие кадры из фильма «Аскарлетт», когда они в военное время там садились, было из еды корочку хлеба, но они сервировали стол… Конечно, это культура. С тарелками, с тарелками, и делали вид, что они принимают ужин. И я хочу, наверное, тоже сказать, что у моих родителей такое было, я их немного переучил в этом плане. Например, сервиз оставим на чёрный день, это оставим красивые приборы, давай положим их в шкаф. Что-то научились мы себя недооценивать ещё из тех советских времён. Да, мы недостаточно хороши для этого сервиза. И я сказал, мама, да давай пользуйся сейчас, ты же получишь удовольствие, чтобы пользоваться этим чайником сейчас. Я думаю, что, конечно же, мы все из советского времени, и так случилось, это наша культура, это уже наша жизнь, наша слагаемая. Безусловно, конечно, это часть нашей культуры, это наши бабушки, дедушки, родители в какой-то степени, мы даже с тобой немножечко. Но я имею в виду что? Что то время оно манипулировало не ценностью человека, где сервиз был ценнее человека. Очень бы хотелось вот эту национальную идею сейчас всё-таки взращивать в то, что мы стоим хорошей еды. Мы достойны жить в настоящем, в лучшем. Это очень приятно слышать, и я как большая поклонница и человек, который постоянно двигает идею слоу-фуда, всё, что ты говоришь, мне прям так приятно. И калейдоскоп вкусов, и сервировка. Несмотря на то, что у себя в ресторане я пользуюсь, конечно, тоже большим количеством импортных продуктов, потому что компания настроена на то, чтобы находить лучшее со всего мира и привозить, я понемногу сам лично двигаюсь в сторону максимально украинского. Я не знаю почему, мне это очень нравится. Я горжусь тем, что украинцы делают уже что-то особенное, и горжусь теми украинцами, которые делают на уровне. И, наверное, поэтому мы и дружим, потому что мы амбассадоры Украины по ту сторону границы. Я очень тебя люблю, я благодарю тебя за эти тёплые, прекрасные, настоящие слова. В эфире я сегодня была вместе с Володей Ярославским. Вов, говорила бы и говорила бесконечно, но... Да, на самом деле, ну ты же знаешь, мы можем часто разговаривать. Я уже думаю, что мы можем, знаешь, что-то запустить своё и просто сидеть и фантазировать, говорить, делать, мечтать, двигать. Благодарю тебя, благодарю тебя за всё, что ты делаешь. Пожалуйста, продолжай это делать. Мы будем тебя стараться поддерживать, вдохновлять и обозревать, и видеть то, что ты делаешь, и есть то, что ты делаешь тоже. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Увидимся через неделю. Вернее, услышимся. До встречи.